По количеству цитат эта популярнейшая в 60-е годы минувшего столетия и несколько позабытая сегодня тема наверняка входит в десятку самых известных мировых мелодий. Песня, ставшая музыкальной композицией, называется «Little Man» — «Маленький человек». Инструментовка оркестра Джеймса Ласта оказалась столь яркой, что лишила произведения слов, о существовании которых многие теперь даже и не знают. Авторами популярнейшей когда-то песни являются Сальваторе Боно и Шерилин Саркисян, более привычные под эгидой дуэта Сони и Шер. Традиции предписывают указывать женщину первой, но в данном случае Шер действительно долгие годы была на вторых ролях, прекрасно дополняя своего творческого мужа. Оба из семей эмигрантов, оба не окончили школу, они сразу нашли точки соприкосновения. Образ длинноволосого хиппи Сони и не похожий вообще ни на кого Шер сделали их дуэт суперпопулярным. Песню «Литл Мэн» Сони написал в 1966-м. Она не получила успеха в Америке, зато Англия, Франция, Германия, Италия, Швеция на ура приняли ее в свои хит-парады и за три года в мире была продана свыше трех миллионов ее записей. Безусловно, при такой популярности адаптированные тексты песни стали появляться на разных языках. Французскую версию исполнили сразу несколько артистов. Разумеется, в числе них была и «Блистательная долида», чей сингл достиг седьмой строчки хит-парадов, а окроленная успехом певица спела «Маленького человека» еще и на итальянском. После этого свои варианты выпустили еще несколько итальянских артистов. Советская эстрада, до которой, несмотря ни на что, доходили лучшие образцы мировой музыки, довольно оперативно отреагировала на европейский успех «Литл Мэн». Оркестровка песни была использована в фильме «Влюбленные», выпущенном киностудией «Узбекфильм» в 1969 году. Также тему, аранжированную Джеймсом Ластом, в одном из своих лучших номеров в 1972 году, использовал легендарный солнечный клоун Олег Попов. В 1975-м появилась вещица под названием «Поезд моей жизни» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» с весьма далеким от исходного смысла текстом. Студийные записи не сохранилось. Ну и, кроме прочего, варианты песни существуют как минимум на семи европейских языках, причем все они были написаны в течение двух лет после выхода оригинала. «Литл Мэн, when you stand by my side, then I know I don't have to hide from anyone. And I pray that we'll stay just that way till the day comes along when we reach the sun. Дуэт и супружеская чета Сони и Шер распался в 1974-м. Шер сделала карьеру поп-певицы и актрисы. В ее активе «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Три золотых глобуса». Сольная карьера Сальваторе Боно зашла в тупик, и он переключился на политику. Начал с мэра, а затем был избран в палату представителей. На этом посту поддержал законопроект о продлении защиты авторского права, который посмертно в его честь был назван актом Сони Боно. Шер – единственная в мире исполнительница, чьи песни пребывали в горячей десятке Billboard Hot 100 на протяжении четырех десятков лет. Тем не менее, ее имя, а уж имя Сальваторе Боно и подавно, покрывается пылью истории. Но остается жить их в большой музыкальном подарок миру – песня про маленького человека. «Музыка» 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 «Музыка»